Представьте, как вам обращаться. Виталий, фамилия и множество больного, зовите, пожалуйста. Традиционно в праздничные дни большинство звонков на телефон 112, скорую помощь и полицию. Но серьезных происшествий по линии полиции не было. Часто звонившие сообщали о громкой музыке или скандалах в соседних квартирах. Не остались без работы и пожарные. Два пожара было 31 декабря. В одном из них на улице Завидной в городе. Это у нас уже такие новогодние некоторые шалости. В квартире взорвалась петарда. Но там ничего страшного не произошло. Только мебель немножко пострадала. И на проспекте Ленинска Комсомола в квартире тоже из-за короткого замыкания украшений произошло возгорание. Не обошлось, к сожалению, и без жертв. 30 декабря в Расторгуево на первом Калининском проезде произошел пожар в брошенном здании. Причина пожара – короткое замыкание. Здесь погиб мужчина без определенного места жительства. Еще один инцидент наделал много шума в соцсетях. Выдвигались версии поджога. Но пожарные следов криминала не обнаружили. 8 января, это как раз последний день, тоже из-за короткого замыкания в совхозе Ленина сгорел шар. Видимо, помните его на одном из домов. Больше других серьезных происшествий в районе не было. В течение праздников диспетчеры службы ежедневно получали порядка 100 звонков по линии полиции и 50 по линии скорой помощи. Это примерно на треть больше, чем в обычные дни. При этом увеличения личного состава не было, и все поступившие звонки были обработаны и направлены в соответствующие службы. Мы, так как находимся территориально близко к Москве, нашей бывшей части района, оттуда звонки попадают к нам. Приходится переключать их на 112-ю службу города Москвы. Домодедовский район помогаем, если что-то там оттуда. Ну, ближайшем районе. Несмотря на озвученные цифры, сотрудники единой дежурной диспетчерской службы отмечают, что в целом праздничные дни прошли спокойно. Работа в выходные дни велась, как говорят специалисты, в штатном режиме. С этим фактом согласно и большинство горожан. Нет, происшествий не было, все было хорошо, спокойно. Погода прекрасная, так что нам все понравилось. Не было происшествий, гуляли, ходили. Нет, никаких происшествий не было. Надо отметить, что в эти праздники сотрудники единой дежурной диспетчерской службы работали в приподнятом настроении. В канун праздника на видном месте в комнате диспетчеров появился кубок и диплом. В течение всего 2017 года проходил смотр-конкурс на звание лучшей ЕДДС муниципального образования Московской области. И 28 декабря наш директор присутствовал на награждении в Доме правительства Московской области, где ему торжественно вручили этот переходящий кубок, который год будет находиться в нашем ЕДДС. Так подтверждается старая истина, что в жизни всегда найдется место для праздника, даже у тех, кто работает в выходные дни. Максим Козлов, Алексей Руднев, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.